Корейский узел затянули туже. Дональд Трамп одобрил многомиллиардные поставки оружия Южной Кореи. Штаты также пытаются ужесточить санкции, но пока единства в Совете Безопасности нет. Резолюция не утверждена. Дмитрий Анопченко знает все детали. Одни ждали этого решения, другие опасались. Выслушав все мнения, Дональд Трамп традиционно поступил по-своему. Дал добро на поставки американских вооружений и снаряжения для Южной Кореи. А еще снял ограничения на мощность их ракет. И хотя эксперты спорят, сдержит ли это КНДР или наоборот, раззадорит, обратного пути уже нет. В страну направят самое мощное и современное оружие на много миллиардов долларов. Речь идет и о том, чтобы перебросить в этот район американские авианосцы и стратегическую авиацию. Несмотря на то, что Трамп бросил журналистам, посмотрим, когда его на ходу спросили, будут ли штаты атаковать КНДР. Стратегия у Вашингтона пока другая. Усиливать военное присутствие и все-таки добиться новых санкций. По сути, этому и был посвящен Совет Безопасности ООН. Время полумер в Совбезе завершилось. Пора использовать все возможности, пока еще не поздно. Мы должны принять максимально строгие меры. В своей речи Хейли не раз произнесла слово «война». Мол, именно этого своими действиями добивается Ким Чен Ын. И хотя штаты не хотят воевать, по словам Хейли, их терпение не безгранично. Выход Вашингтон видит в жесточайшем усилении санкций. Причем в этом Трамп неожиданно заполучил в союзники Меркель. Два лидера накануне долго разговаривали по телефону. Поддержка в зале Совбеза тоже серьезнейшая. Великобритания, Япония, конечно же, Южная Корея. Их представители не скупились на громкие слова. Мы должны прекратить все это немедленно. Мы должны продолжать политику санкций. Мы обязаны действовать, чтобы остановить Северную Корею на этом пути. Но правила в Совбезе таковы, что даже одно «нет» блокирует стремление всех остальных действовать. Это «нет» завуалированно прозвучало от России. Мол, ресурс санкций исчерпан. В американской миссии при ООН многие уверены, Москва специально ставит палки в колеса. Мол, мстит за закрытые дип-представительства. Правда это или нет, но Вашингтону теперь придется вести долгие переговоры с представителями России, чтобы резолюция по КНДР, которую подготовила Хейли, все же прошла в Совбезе. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала «Интер». Американское бюро телеканала «Интер»